Библейский портал экзегет.ру представляет Наши беседы записываются в Срединской духовной семинарии и размещаются на портале экзегет.ру. Псалом 31. Это поучительная песнь о необходимости для грешников скорейшего раскаяния пред Богом. Как пишет дореволюционный следователь пратерий Николай Вишняков, чтобы избавиться от тягостных мучений совести и страха наказания Божия и получить прощение грехов, достигнуть блаженства внутреннего мира и спокойствия души и, наконец, явления милости Божией. Псаломопевец, прежде всего, на основании своего собственного опыта, изображает, как блаженно состояние человека, который получил прощение грехов, как, напротив, тягостно пришествующее этому состоянию грешника, терзаемого совестью в осознании себя грешным пред гневом Божиим, а затем убеждает согрешающих, чтобы они скорее обращались к покаянию с молитвой Господа, как всегдашнему защитнику, вразумителю и спасителю всех прибегающих к Нему. Здесь звучит призыв не упорствовать в своем отдалении от Него. И, наконец, повторяя кратко начальные мысли, автор псалма напоминает о состоянии честивых и о состоянии, обращающихся к Господу, призывает всех правым сердцем радоваться о являемой им милости Божией. Мы могли бы сказать, что есть какие-то дискуссии в отношении авторства этого псалма, но, по всей видимости, этот вопрос был уже решен в первом веке от Рождества Христова. Апостол Павел в послании к римлянам цитирует стихи из данного псалма и указывает нам на то, что традиция в его время указывала на Давида как автора. В частности, в римлянах мы встретим следующую фразу. «Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел, блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». Это прямая цитата из 31-го псалма. По содержанию 31-й псалом имеет переклички с 50-м. В 50-м псалме Давид как бы обещает Богу научить беззаконных оправданиям его. Он в 50-м псалме изливает свои внутренние переживания от тяжести, совершенного им греха. В данном псалме мы видим некое продолжение идеи 50-го, а может быть и наоборот, начало, преддверие 50-му псалму. В 31-м псалме описывается, как тягостно жить человеку, когда он испытывает на себе давление совести. Издревле в православной традиции данный псалом примыкал к покаянным. С другой стороны, в этой песне есть и нота благодарения. По традиции, издревле данный псалом употребляется за совершением таинства крещения, в чине которого место покаяния занимает важную роль. Вслед за погружением крещаемого в воду прочитывается псалом в качестве воспоминания о прошлой жизни крещаемого, который чувствовал тяжесть совершенного греха, но, освободившись, получив прощение, теперь в сонме святых и праведных благодарит Бога. Теперь рассмотрим стих за стихом. Первый и второй стихи содержат главную мысль псалма, что прощение грехов для человека – это высочайшее благо и блаженство. Блаженство это состоит в сладостном вкушении внутреннего мира, в полном спокойствии совести, отсутствии чувства стыда и смущения перед людьми и страха наказания судом Божиим, особенно в сознании близости своего общения с Богом, в ощущении отеческой любви Божией и его милости. Такое состояние души недоступно для грешника, пока он пребывает в своем грехе, но он достигает этого состояния, когда искренним раскаянием получает от Бога прощение грехов. Блажен, кому отпущены, то есть прощены грехи, беззакония, чьи грехи покрыты милосердием Божьим, так что не осталось и следа их существования по блаженному Федориту. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, то есть не поставит в вину и не угрожает наказаниями своего гнева, и в чьем духе нет лукавства, то есть кто искренне раскаялся о своих грехах, не имеет в своей совести никакой нечистоты лицемерия, чтобы извинять себя пред Богом, оправдывать себя или перед Богом, или перед людьми, но твердо решился исторнуть из своего сердца всякое лукавство и даже злую наклонность ко греху. Если по первому-второму стиху прощение грехов доставляет раскаившемуся блаженство, то по третьему-четвертому стихам, наоборот, состояние грешника описывается как состояние нравственного мучения. Псалмопевец это знает по своему собственному опыту. После своего грехопадения с Версавией он сперва молчал, никому не признавался, он не обращался с покаянием к Господу, он утаивал свой грех перед другими людьми, как бы заглаживал свою вину внутренним успокоением, совестью в том, что он взял в жены Версавию, а ее супруг, которого он сначала хотел напоить вином, приглашая к себе на трапезу и отправляя к его супруге для сожительства, потом он его поставил, этого Хусию, в первой ряды. Но поскольку он как бы сделал это не своими руками, он мог себя успокаивать в том, что он чист от убийства. Не он убил, но Хусия был убит. И так два преступления совершил Давид. И умолчал. Умолчал, не раскрывая ни перед кем своего греха. Но рука правосудия от него не отступала. Он мучился угрызениями совести. И вот в какой-то момент перед ним появился Нафан. Пророк Нафан обличил его, показал тяжесть греха псалмопевца. И мы видим, что псалмопевец, он исповедовался перед Нафаном, как пред Господом. Я открыл тебе грех мой, буквально по этому псалму. Но мы знаем, что он открыл Нафану прежде всего грех. Он пред Нафаном признался в том, что он был неправ. И так здесь исповедь перед пророком почти что приравнивается к исповеди пред Господом. Состояние тяжести греха описывается по 4-5 стиху как состояние изнемождения. Внутреннее тяготение совести приводит к тому, что человек как бы засыхает в своем грехе. Психические страдания приводят и к телесному изнеможению. Человек становится как высохшая трава, легко уносимая ветром. Напротив, по 5 стиху чистосердечное покаяние и исповедание греха полагает конец нравственным и физическим страданиям, дает блаженный покой и отраду измученной душе. Псамопевец вспоминает теперь о событии в прошлом и, обращая речь к Господу, рассказывает о себе, что он не утаил беззаконие, но, исповедуясь, твердо решился свое преступление больше никогда не повторять. Из-за этого Господь снял с него вину за совершенный грех. Здесь по ходу речи подразумевается, что когда автор своим собственным опытом познал, как действительно блаженное состояние, получившего прощение грехов, собственно прославление этому и посвящается данный псалом. Псамопевец умалчивал, побуждал к признанию своих грехов других людей, ну а уже вслед за этим как бы изображается и сам, как признавшийся в своем собственном грехе и испытавший на себе всесильную, милосердную руку Божию. Шестой стих. Зато помолится тебе каждый праведник, зато вследствие всего вышесказанного, так как состояние грешника тяжело, а получившего прощение блаженно. Господь же милостью дарует прощение всякому чистосердечно кающимся, то пусть помолится тебе Господи в случае своего грехопадения каждый праведник, буквально по-славянски преподобный, то есть каждый израильтянин и вообще всякий верующий во время благопотребно, то есть когда еще возможно раскаяние, пока еще не истощилась мера благотерпения Божия, пока еще есть возможность. И тогда суд Божий, который здесь изображается в виде образа потопа, разлития многих вод, не достигнуть его, не истребит нечестие. Итак, по принесении раскаяния Господь приложит гнев на милость и угрожающие бедствия не постигнут праведника. В 7-8 стихах вместо устрашающих угроз наказания мы видим кроткий и отечески успокаивающий голос Господа. Не бойся, если в удовлетворении оскорбленной правды ты и должен будешь испытать некоторые горькие последствия своего грехопадения, пишет претерий Николай Вишняков. «Но я буду тебе наказывать не как гневный мститель, но как соединяющий правду с благостью. Я только поэтически вразумлю тебя моими наказаниями, наставлю тебя на правый путь исполнения божественного закона, по которому тебе нужно будет идти. Буду руководить тебя на этом пути, постоянно устремляя на тебя око мое», то есть бодрствуя над тобою всеведущим промыслом, чтобы оберегать тебя от опасности и заблуждения или от уныния. Девятый стих. «Если же Господь с такой любовью приемлется грешающих, когда они к Нему обращаются, то тем более они должны сами спешить навстречу Ему, Его всепрощающей любви, и не оставаться в нераскаянности, пока Господь не обуздает их непокорность и упорство строгими мерами карающего правосудия». Эту мысль псалмопевец высказывает в форме увещания грешников, чтобы они в своей непокорности и медлительности не употреблялись неразумным животным, коню и мулу, по-славянски меск, которым нужно надеть узду и вложить в рот удила, бразды, чтобы заставить их послушаться своего хозяина и идти по его воле. Узда и удила, которыми Господь обуздывает и приводит к себе неразумно упорствующих в своем беззаконии грешников, это многие скорби. Десятый стих. то есть различные наказания, посылаемые Господом для вразумления и для обращения нераскаянных грешников. Эта мысль о различных скорбях, постигающих нераскаянных грешников, подробно развита псалмопевцем на основании его собственного опыта в предыдущих третьем-четвертых стихах. Но чтобы сильнее подействовать на грешников и убедить их в скорейшем раскаянии, он снова и в конце псалма повторяет свое увещание и снова говорит о блаженстве раскаивающихся. И эту мысль выражает такими словами «уповающего на Господа окружает милость». То есть те, кто в надежде на милосердие Божие приносят чистосердечное раскаяние, того Господь осыпает своими милостями или множеством душевных и телесных благ, из совокупности которых и слагается блаженство. Заключение Псалма, 11 стих. «Если так блажен состояние раскаившегося и оправданного Богом грешника, то все праведные, то есть благочестиво верующие, как поступающие по правде Божественного закона и стремящиеся к достижению оправдания перед Богом, призваны веселиться и радоваться». «Ради являемого Господом величия своей благости и любви, и при том так, чтобы эта радость и веселье проявлялись достойным образом, не в чувственных грубых увеселениях и удовольствиях, а в благоговейном ликовании пред Господом и в молитвенном прославлении Его». Та же мысль встречается и в следующем выражении. «Торжествуйте все правое сердце, хвалитесь не в смысле самохвальства или кичливого превозношения, что прямо запрещается Господом, но в значении «радуйтесь, ликуйте, торжествуйте правое сердце». То есть все искренне верующие и нелицемерно, без всякого лукавства, старающиеся соблюдать заповеди Божии. Этот псалом показывает нам, сколь велика благость Божия, и он призывает к исповеди и покаянию тех людей, которые стоят на пороге храма. Если бы мы все только знали и могли себе представить, что уготовил Господь любящим Его, то, наверное, все мы хотели бы ежедневно пребывать в храме. Но мы, к сожалению, не замечаем не только Божьих чудес, но и благости, которая является в красоте окружающего мира и в том ответе на наше собственное покаяние, которое дает нам Господь. Тех людей, которые не видят и упорно не слышат, закрывая свои уста в отношении Господа. Этот псалом уподобляет коню и ослу, уподобляет мулу, которого требуется под усты вести к водопою. И хотя это неразумное животное понимает, что хозяин желает благо, желает вывести, напажить полную свежей зеленой травы, но по упорству своему не хочет этого видеть. гостин, да, покажет то, как вывести, то, что вывести, что не вести, Продолжение следует...